Гоша Дударь это ясельки для программистов, в которых подают код с комочками. Сегодня мы возьмем код Гоши Дударя из его последнего видео WPF за час и попробуем нормально написать этот код, а не как он обычно делает, потому что, как всегда, какая-то непонятная херотень вместо нормального адекватного кода. Вы это смотрите, вы это зачем-то лайкаете, и вы потом пытаетесь делать точно так же. Мы постараемся не касаться Гошу как человека, и в целом я постараюсь воздержаться от негативных комментариев, потому что Гоша человек у нас злопамятный и обидчивый, что доказывает вот эти вот страйки, которые она мне кинула, которые мы благополучно опровергли, потому что я имею законное право обозревать код из чужих видео, чем я сейчас и займусь. С чем мы сегодня имеем дело? Ну, классический образец бескусия. Дубляж кода, хардкод, магические числа, никакого разделения на какие-нибудь слои адекватные, ничего этого нет. Нет, ну как нет, дубляж есть, магические числа, многое есть. Есть то, чего не должно быть, и нет того, что должно быть. Ну и форматирование какое-то кривое. Что пытался сделать наш аватар компилятора в нашем бренном мире? А он попытался сделать валидацию полей в формочке, и это только один из кодов из этого видео. Мы акцентрируем сегодня только на нем. Если вы не согласны с кодом из этого видео или хотите задать вопрос и услышать развернутый ответ, то пишите в нашем телеграм-канале. Это телеграм-чат. В нашем телеграм-чате, где собралось много прекрасных сеньоров и специалистов. И давайте посремся все вместе. Ссылочка в описании. Для начала давайте попробуем убрать от балалайки хуй и поиграем на ней обычными, хорошими, профессиональными руками. То есть моими. Что пытался сделать Гоша? Гоша пытался связать поля для ввода с правилами валидации. Например, здесь простое правило, которое продублировано, что поле для ввода должно содержать какое-то минимальное количество символов. И если мы уже начинаем говорить в таких терминах, мы понимаем, где Гоша совершил ошибку. Но давайте потихонечку будем выпрямлять этот кодец. Для начала хотелось бы, конечно, избавиться от дубляжа кода, и сделать можно это простым движением руки. Мы просто взяли, сделали метод markInvalid, чтобы помечать контролы, которые в невалидном состоянии, невалидными, и не дублировать это. Уже этого достаточно, чтобы сильно, очень сильно упростить код и сделать его более переиспользуемым и простым в поддержке. Всегда проще сюда локализацию ватнуть, цвета поменять и заняться другими непотребствами. Если посмотреть видео Гоши чуть дальше, то код будет примерно следующий. Как видите, повторяются правила и добавляются новые, что некоторые поля должны быть одинаковые, то есть, например, password1 и password2. И, например, еще у нас есть проверка на то, что поле содержит e-mail. Я поигрался немножко с дизайном кода, и на основе паттерна Fluent Builder и Fluent Interface, собственно, получил вот такую валидацию. Она не очень удобна, что все равно ее приходится хардкодить прямо в коде. И на самом деле, чтобы решить эту задачу, нужно использовать какой-нибудь архитектурный паттерн и билдить в представлении там всю эту схему валидации, как-то биндить, связывать ее с самой моделью. А в целом задачу можно решить более глобально и интересно. Но если рассматривать уровень такого простого программирования WPF, который показывал Гоша, что мы сами размещаем эти контролы и прямо из кода к ним обращаемся, то можно, в принципе, воспользоваться и таким вариантом. И интереснее всего, наверное, в этом варианте, как же он работает. И давайте я вам покажу. Работает все невероятно просто. Для того, чтобы мы могли к текстбоксу и паспортбоксу указывать правила, нам нужен специальный объект — валидатор. С этим объектом мы работаем с помощью Fluent Interface, то есть точка, 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 и постепенно вызываем необходимые нам методы. Соответственно, чтобы получить доступ к объекту валидатора для конкретного поля, мы сделали методы расширения. Соответственно, я сделал их два, они перегружены. Первый для текстбокса, второй для паспортбокса. И наличие этого класса в проекте позволяет нам теперь обращаться к контролам WPF. Вот, например, текстбокс логин. Мы просто теперь можем вызвать в него метод rules. И нам вернется объект валидатор, который привязан к этому контролу. И мы выбрали оттуда контент, который будет валидироваться. В этом тоже есть сложность небольшая. Ну, сложность не то, что это сложно, а то, что для этого требуется какой-то код. У каждого контролла нужно по-своему выдергивать данные. И мы это решили на вот таком уровне методов расширения. Что с этим мы делаем дальше? Сам валидатор выглядит следующим образом. Это просто наборы методов, которые возвращают ссылку на объект, в котором они находятся. Вот это вот return здесь. И таким образом мы можем через точку вызывать последовательность этих методов. И они, соответственно, изменяют объект валидации. Что если какая-то проверка не пошла, то success false. Все, можно больше... Ну, все, валидация не прошла. И при вызове метода validate, соответственно, если предыдущие методы хотя бы один сказал, что что-то не так, мы, соответственно, контрол наш подсвечиваем красным и тултипу ставим определенное сообщение. И для WPF есть множество валидаторов, и большинство работает по схожему принципу. Некоторые, как я уже говорил, залазят более хорошо в архитектурный уровень, смотрятся прекраснее, потому что хардкодить даже правила валидации, это тоже так себе на самом деле история. И такой валидатор, он пишется, ну, примерно 5 минут. Я серьезно, я для видео это написал за 5 минут, человек вижел в студио-код без автоподсказок, и, возможно, даже работать не будет, да? Но Гоша, конечно же, решил, что проще и понятней новичкам. Вот это, знаете, любимое YouTube-блогерами, чтобы новичкам было понятней. Нет, потому что Гоша, в принципе, не способен написать что-то сложнее, кучи ифов с дублирующимся кодом. Это всего одна из возможных техник, есть и более объектные дизайны, и всякий биннинг атрибутов и так далее, и так далее, и так далее. И все это круто, и все это можно, и какие-нибудь интерфейсы, арулы это все собирать и так далее. Много чего можно интересного сделать. Главное, не делать херово, как показал Гоша, и в целом не пытаться программировать в таком стиле. И ладно бы, если это, в принципе, выдавалось за какой-то поверхностный уровень, но Гоша и его компания, они думают, что они способны дать вам профессию. И, например, у них есть курсы за 12 тысяч рублей, и, уверен, что-то есть подороже, они вам обещают, что вы и трудоустроитесь, и будете хорошо работать. Но на самом деле это простейший шарлатанский уровень. Уровень одного видео по программированию посмотрели, первого курса университета, даже не первый курс университета, это там восьмой класс кабинета информатики. Вот уровень.